Хорошо, неплохо, если я хочу все-таки чего-то добиться, то это не только меньше, да, на самом деле. Естественно, нужно преодолевать какие-то свои слабости, которые мешают нам достижению цели. Две руки работают, понятно, да? Одна ручка убирает с линии атаки, вторая очищает себе дорогу, понятно, да? Движение кулака сверху, раздвижение, ручка выставляется, да? Мои друзья пригласили учителя, моего будущего учителя, провести семинар и попросили меня, чтобы у меня побыл, пожил мой вьетнамский учитель. Так и связалась моя жизнь с моим учителем, так и познакомился с Винчу. Это направление попало в Одессу с 91-го года. Сначала у нас там была кучка, там 5-6 человек, каждый год больше и больше. Если брать только учеников, их было уже до сотни. А еще есть студенты, куча филиалов. Из последних мастеров, которые можно упоминать, чтобы не затягивать, это был Леон Джан, Леон Дан, Леон Джан его называют. И от него, у него, вернее, один из учеников был Нгуэн Де Конг. Нгуэн Де Конг в 1936 году эмигрировал во Вьетнам. И уже во Вьетнаме он начал обучать вьетнамских ребят, которые в дальнейшем уже начали распространение в Вьетнаме. Один из его учеников был Нгуэн Де Хай. Это учитель моего учителя. В последующем Нгуэн Де Конг передал титул патриарха школы своей линии Нгуэн Де Хай. Нгуэн Де Хай передал титул патриарха нашей линии моему учителю Хуин Гок Анну. И до сих пор мой учитель здравствует, как говорится, и обучает ребят по Вьетнаме. Винчо никакого отношения к религии не имеет раз. Даже если есть алтарь, то алтарь это не символ религиозности. Это всего лишь навсего символ уважения тех людей, которые создали это направление и благодаря которым это направление дошло. И когда мы делаем подношение благовонных палочек, это дань уважения тем мастерам, которые были до нас. Дань уважения, философские принципы, которые пропагандируются в этом направлении. Чашечки с водой символизируют то, что как воду в чашках нужно менять каждый день, чтобы она была свежая, чистая. Так же самое и человек должен следить за собой, чтобы он был всегда в нынешнем состоянии, свежим, бодрым. Ваня, я не смотри, ну как я занимался, как эти дни. Значит, не добрый человек. Он очень жесткий. И манера обучения тоже не из простых. До сих пор с ним поддерживаю очень детские и близкие отношения. В 92-м году я стал его посвященным ученику и стараюсь нести это знамя уже в своем лице здесь, на Украине и за пределами Украины. Те базовые принципы, которые мы изучаем, мы на самом деле и стараемся реализовать в жизни. Самое главное качество – это уверенность в своих словах, мыслях, поступках своих. Сила духа, она по-любому воспитывается, потому что обучение достаточно тяжелое, ну вот. Ну, очень интересное. Делаю. Понятно. Адагую. Стопорить. Да. То есть ручку проб... Ребята, секундочку, внимание. Значит, при выполнении, когда происходит, допустим, там, я атакую, ты избиваешь, партнер наносит вам удар, да. Ваша задача – просто выставить руку вперед. То есть вы защищаете центральную линию, понятно, да. Рука направлена, сила руки направлена вперед, да. Но здесь она сильная. Здесь, 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 здесь она слабая. Понятно, да. То есть не та сила, которая направлена вперед. Поэтому, когда партнер сделал движение, ваша задача – вот, просто выставить ручку, и она уже уходит. Свиня так, непонятно, да. В одном направлении есть много полос. Да. Вот я начинаю заниматься в ничем, и вот есть куча полос. Техника, дзен, хикон, философия, мораль. То есть что-то у кого-то будет опережать, либо отставать, но нужно идти одновременно. То есть нельзя что-то выделять как… Хотя люди выделяют, потому что она им ближе может быть. Он может быть плохим бойцом, но хорошим философом. Или же, там, дзенствующим сильным. Кто-то упор на здоровье делает. То есть редко кто сможет идти именно по всем путям сразу. Потому что это нужно очень много времени отдавать этому действию. То есть лучше начинать это с ранних лет, ну, как с молодых. Потому что когда у тебя времени полно, у тебя не отягощает всяких других обязанностей. Сначала я занимался капоэрой, и потом мой папа пошел на дзенчон. Я этим занимался в дзенчон, и сходил на пару тренировок. Мне это понравилось. Учитель, я звоню, как его здорово, я сама чувствую, он мне говорит, «Все нормально, Игорь, хочу, чтобы ты приехал». Его не интересует. Где я достану средства? Может, не моешь, ты должен. Да, то есть он меня выводит из зоны комфорта. Вот это одна из качеств учителя. Чтобы не потыкать человеку, не говорить, ой, ты молодец, и кладь по головке. А наоборот. Проводировать ситуацию. Сделать ситуацию так, чтобы он начал думать, он начал решать. Вот это главное. И он говорит, «Я хочу, чтобы ты ко мне приехал». И называет еще имя товарища, который мне должен был сказать, чтобы он вместе со мной поехал. Я приезжаю вместе с этим товарищем, привозим сумки с едой, совсем как к отцу. Он открывает двери, я там учил, «Здравствуй». А вот он, «А что ты его привел?» Говорит, «Извини, ты сказал мне его привезти, я тебе его привез». Он говорит, «А, у вас у русских всех одинаковые имена». Ну, как же самое, как и у нас, допустим, да, первоначально, там, если «Тяу-Тяу» или еще кто-то будет, да, ну, там интонация играет, да, кажется, что для нас одинаково, а для них нет. Поэтому, ну, ладно, заходите. Зашли, смотрю, у него, во-первых, у учителя в доме, там, 3-4 раза в день, кто бы из учеников не пришел, уборка. Потому что у него дома занимаются. А вот спят, и должно быть свежо и чистенько. Ну, смотрю, он по секунду ходит, естественно, наблюдательность, первое качество. Я снял обувь, носочки, все так же самое, как и он пошел. Товарищ одевает лапки, вот, и по привычке, как дома, у всех нормально, да, там, одели тапочки, там, и пошли себе в комнату. Он все нормально сделал, но он сделал так, как у него дома, не так, как оно должно быть дома у учителя. То есть наблюдательность. И вот он пришел, одел тапочки, я пошел на кухню сразу же, чтобы одно из правил, когда ты находишься у учителя дома, или он у тебя дома, да, то чай, горячий, должен всегда стоять на столе. Вот, это тоже такой контроль. Вот. Естественно, я сразу же иду на кухню, делаю чай, ставлю на стол. Одна разница у учителя с этим парнем, тем, что он его называет учителем. Все остальное, это просто дружеские отношения. И вот, а учитель не друг, он не может быть другом, если друг, есть момент спора. Вот. Тогда ученик не возьмет то, что хочет дать учитель. Вот. И вот большинство отношений, тех же, там, или учеников, или же учителей в большей степени, они ставят себя в ранг друзей. Ранг друзей поставили, все. А причине языка. Не будет движения. Вот. И если же ученик пытается быть с учителем в рангах друзья, это он сам себя купит. Он не возьмет учения, впереди будет стена. Потому что учитель, он не будет доказывать, он не будет спорить. Он говорит, делай. Чуть-чуть. А, груди. Не забывайте, еще старайтесь уходить за меня, дай. Трое суток мы не тренируемся. Он говорит, отдыхайте. Отдыхать это значит готовить кушать, мыть полы. И по правилу, позже учителя ты должен лечь спать, раньше его должен встать. Мало того, он если еще ночью встает, у тебя должен быть еще ухо работать и глаз еще один работает. Он встает даже в туалет, там учитель может чая там или еще что-то. Он говорит, не-не-не, отдыхай. И вот ты в таком напряженном состоянии, будем говорить, в таком состоянии ты находишься. Есть ученики, которые, да, они спят, они до лампочки. Естественно, такой же будет до лампочки и отношения учителя. Если он человек приехал поспать, а не позаниматься, спи, пожалуйста, чего жалко, что-то. И в конечном итоге вот такое вот состояние было в районе трех суток. Товарищ мой говорит, у меня здесь родственники в Москве, я поеду к ним отосплю, потому что он говорит, не могу, говорит уже. Ну, мне деваться некуда, буду у него уже. Он уезжает, да, я уставший, внутри у меня бурлит куча эмоций, хочется там послать на все 10 букв, как говорится, и все остальное. Но я знаю, что надо вот этот промежуток времени у него пробыть, получу я, не получу эти знания, тем не менее, я все равно должен находиться. Вот, товарищ уходит, учитель говорит, занимаемся кунг-фу. Я, фух, слава богу, и тренируемся. Приходит мой товарищ утром, выспался, холеный. И мне говорит, ну как ты там? Я говорю, да не спали, занимались всю ночь. Он, покажешь? Я, во, я уже ценю. Я это быстро дал. Да, он дал мне чуть-чуть, но я теперь понимаю, кому это можно дать. Праздник школы. Каждую осень, в сентябре месяце, ну, в зависимости от фазы Улы, фазы Улы наступает. Вот, и я вот совмещаю приезд в Одессу, так как я не могу там час приезжать, на самом деле только один раз в год, так и работаю отпуск. Вот, совмещаю. Я приезжаю к своему учителю заниматься, и потом получается так, что, ну, рассчитываю, что присутствует на нашем международном празднике. Потому что это довольно большое событие. День, ночь, и собираются все ученики, самые близкие, братья, сестры. То есть, возле каждого сустава проходят сосуды, которые питают, ну, не только мышцы, но и внутренние органы. Например, если грудная клетка, тем мало грудная мышца зажата, то перекрывается главный проток лимфатический тело, и тут уже будет нарушение оттока лимфы по всему телу. То есть, человек будет набирать лишний вес, для него не свойственно. То есть, из-за того, что у него есть нарушение осанки. То есть, так связывается, например, опорно-двигательный аппарат с внутренними органами. А в Винчунь первое, что нужно сделать, это научиться расслабить те мышцы, которые мешают работе. То есть, движение плавному, мягкому. То есть, прежде чем вложить в движение силу, нужно научить расслабляться. Это касается всех людей, люди с сжатыми мозгами, и телом, и этапливой стресса, и боли, и что... Все думают, что сила — это напряжение, это вот надлась сила. То есть, кач и так далее. Это самое сложное. Но приходится иногда использовать методы, как говорится, без напряжения нет расслабления. То есть, через физуху люди понимают, как задолбались хорошо, они понимают, что такое расслабиться. Тут есть люди, которые сразу это понимают. Присаживаемся, да? Сразу же макушечкой натягиваемся. Пальцы касаются, то есть пальцы как когти. Пяточная кость, как шестой палец, натягивается все. Не просто сели себе и сидите. Вот, натяжечка должна быть. Понятно, да? Ну, у меня образование ортопед-травматолог, и все-таки я хотел... Ну, всегда мне была интересна тема реабилитации, и тоже обстоятельства так сложились, и нашлись люди, которые свели меня, то есть, направлением кинезиотерапии. То есть, это лечение больных движением. То есть, поскольку я на тот момент уже... Ну, уже около десятка лет занимался по школе Винчуни Кэн Пай, то есть, я сразу же согласился на эту работу. Я посмотрел кино «Ипл». Наверное, не первый, кто это говорит. Но после этого фильма мне очень захотелось попробовать Винчи. В первую очередь, лично для меня, я занимаюсь тем, чтобы защитить себя, свою семью и своих близких. Чтобы на улице, в случае чего, я бы быстро среагировать и не нанести человеку сильных повреждений, но при этом объяснить им лучше, как бы, не делать того, что я забыл. Мне, в первую очередь, мне очень сильно понравилась физическая подготовка. То есть, разминка, грубо говоря, в которую входит и физика, и физические упражнения, и растяжка. В общем, базовая, как бы, физическая подготовка. Знания, они для любого менталитета, для любого государства, для любых национальностей, они остаются одними. Наш организм одинаковый у всех. Две руки, две ноги, внутренние органы одинаковые, глаза, слух, зрение, мышление. Можно ли кхиком делать каждый день? Можно. Можно каждый день, но ничего, только плюс будет, да, когда... Будет плюс, но не переусердствовать. Только не переусердствовать? Да. Почему? Потому что здорово можно, извиняюсь за выражение, и хрен сломать. И вот после занятий в мячу нам сразу прибавились краски, так сказать, в моей жизни. Девять. Восемь. Естественно, для женского здоровья это просто кладезь, он благотворно влияет на все. И на мыслительные процессы, и на здоровье, и на общение, на все. Ну, на все практические области жизни человеческой. Отсутствует, будем так говорить, вот эта вот мишура, так называемой эзотерики, да, где люди считают, что они садятся в какую-то красивую позу и куда-то улетают. К сожалению, хочу вас сразу верить, медитация для этого не предназначена, чтобы человек уходил из мира реальности в мир грез. Для этого есть телевизор, где вы можете посмотреть хороший фантастический фильм, углубиться в этот сюжет, да, помечтать, порассуждать, вот, и на этом все заканчивается. Вот, и дальше, вы заканчивая, просмотрев фильм, вы сталкиваетесь, опять-таки, с нормальной действительностью, где есть свои трудности, которые необходимо решать. Так вот, медитация подразделяет три нюансика, три аспекта. Первый аспект — это регулирование тела, которое необходимо нам, опять-таки, в нашей жизни. Второй аспект — это регулирование дыхания, вот, тоже необходимо для нашего здоровья. Вот, и третий аспект, который акцент ставит на обучение этого, ставится, это урановешение нашей психики, всего лишь. Вот это три аспекта, которые прорабатываются в медитации. Все остальное, когда человек, или кто-то вам рассказывает, будем так говорить, я называю их недобросовестными специалистами, рассказывают, что полет в прошлое или полет в будущее, это люди, которые просто не знают, что делать с настоящим. При медитации ты постоянно в напряжении? Нет. Ни никакого расслабления? Нет, нет, нет. Напряжения, к сожалению или к счастью, нет здесь. Наоборот, регулирование тела — это человек, наоборот, убирает зажатости, спертости, скованность, которая ему мешает правильно сконцентрироваться, собраться на определенное решение проблем в обычной жизни даже. И если вы, я думаю, много слышали таких моментов, советов, когда у человека возникает какая-то трудность, ему, там, друзья, близкие, родственники говорят, расслабься, сядь, успокойся, соберись. Перец загрузить. Вот. Народная мудрость. Приготовились, выдохнулись. Все. Держать. Убедились, да? Видите, я ничего не говорил, рассказывал. Вы на себе испытали вот это вот состояние неуравновешенности, да, буря в голове. Хочется вдохнуть, из кожи вылезти, да, казалось бы. Все. Кажешь, что-то. Вот это и есть психика. Она должна быть спокойной. Мы должны здесь быть спокойными, чтобы трезво оценивать ситуацию. Без спокойствия здесь у нас будет что? Суета. Там астра, ментал. Это все плод вашего ображения, фантазии, шизофрении. Я серьезно говорю, хоть и в книжках пишут об этом, что там в астрал полетел, на луну полетел, там где-то еще, а это шизики. Избавляйтесь от этого. Не вникайте в этом. Не уходите от, как говорится, от реальности. Не уходите в этот мир иллюзий. Я серьезно говорю. Потому что потом человек начинает фантазировать, а оно же увлекает, как кино. И смотришь, уже он не в этом мире находится. Он же ходит там. Я разговариваю с Богом. Я разговариваю там еще и еще. У нас, знаете, есть психоневрологические отделения. Там столько есть шизиков, которые разговаривают с кем угодно. Когда приезжают люди в Индию и ищут каких-то мудрецов. Я был в Индии прилично. Вот лазил там, смотрел на это все безобразие. Там все аферисты. Мало, 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 мало людей, которые действительно настоящие. Все остальные, те монахи, разрисованные, так называемые, да, клоуны. Ну, елки-палки, шиши. Вы представляете, какое эго должно быть у человека. Я вот поклоняюсь до комнаты, теперь смотри, сколько у меня красок. А я больше красок себе нанесу. Вот смотрите, теперь какой я. Там эго присутствует. Мало того, вы еще не понимаете, той культуры, да, что они из нижней касты. Они неприкасаемые могут быть. По их всем нормам поведения. И тут белый человек, к примеру, да, прикасается к нему. Своих гонят его, а повис пришел и прикоснулся. Ну, естественно, сам Бог велел, как говорится, поиздеваться над этим белым. Потому что был такой случай, когда, ну, по городу, и парень на велосипеде останавливается. Вы, Игорь Осташович, да? Я так хотел заниматься, ведь тюнинг я там то-то, то-то, то-то. А где заниматься? Ну, вот зал есть там, а такого далеко. Все. Это называется желание. Метер. Метер. Опять смотрит ученик. Это заметно, что не стоит. Ну, как ученик? Чуть-то бывает, что. Я про всех ученик. Как? Ну, довольны ли я семинарами? Да. Или если ей нет, говорите нет. Можно проголосовать. Все же люди побеждают. Он победил один раз из десяти соревнований. Остальные это проигрывают. Как говорится, за одного битого, двух небитого нет. То есть, такой опыт, он тоже полезен. То есть, неудачи какие-то. Они как раз и дают больше. Что может быть о цене? Ничего. Это великая тайна. Поэтому каждый постигает по мере его развития. Да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»